Уважаемый Александр Иванович, я являюсь обвиняемым по уголовному делу по пункту Б, часть 4, ст. 132 УК РФ. Обращаюсь к вам с просьбой о защите от произвола следственных органов, которые необоснованно и бездоказательно обвиняют меня в совершении сексуального преступления в отношении моей собственной дочери. Фактически, доказательство по делу сводится к словам самой заявительницы, моей бывшей жены. С которой я не живу с февраля 2017 года. Все началось после того, как я стал обращаться в органы опеки и попечительства, и в суд по поводу недодлежащего осуществления родительских обязанностей моей бывшей супругой в отношении наших пятерых несовершеннолетних детей. Кроме того, начиная с января 2020 года, я через суд, наш брак официально расторгнут в феврале 2020 года, делил с ней совместно нажитое недвижимое имущество и оспаривал брачный договор. Пока шли процессы, она стала требовать от меня переоформления принадлежащих мне долей в общей собственности, на нее и детей. В противном случае она угрожала меня посадить, и я даже был вынужден обратиться в правоохранительные органы по фактам угроз и клеветы, так как она еще и распространяла обо мне лживые сведения, что я педофил. В дальнейшем, после неоднократных судов и моего категорического отказа удовлетворить ее претензии, она обратилась в Следственный комитет с заявлением о якобы совершении мною в мае 2017 года преступления сексуального характера в отношении нашей общей дочери. Уголовное дело в отношении меня было возбуждено 11 июня прошлого года, а 8 декабря мне было предъявлено обвинение, после чего я неоднократно допрашивался в качестве обвиняемого. Материалы дела, по сути, основываются только на словах матери потерпевшей, которая утверждает, что 19 мая 2017 года она привезла троих детей из пятерых наших детей, двух мальчиков, 5 и 10 лет и трехлетнюю дочь, ко мне домой по месту моего жительства, чтобы я присмотрел за ними. Именно тогда я, по ее версии, совершил с дочерью действия сексуального характера. После того, как она забрала детей, она якобы заметила изменения в поведении девочки, услышала от нее какие-то жалобы и стала у нее и у мальчиков выяснять, что происходило в тот момент ее отсутствия. Дети якобы ей рассказали, что я, искупав дочь, закрылся с ней в комнате, и они слышали, как она кричала, что ей больно. В процессе возбуждения уголовного дела и его расследования, после проведения очной ставки между нами, следователям оставлены без внимания множественные факты, которые свидетельствуют о совершении заявительницей оговора. Например, в правоохранительные органы она обратилась лишь спустя 4 года, предъявив главный и единственный вещдок Памперс, каким-то чудом сохранившийся у нее в коробке с медицинскими документами, и на котором позже экспертиза нашла сперматозоиды. Кроме того, перед тем, как обратиться в органы, моя бывшая жена выяснила у моего начальства, был ли я на работе в день, который был ею затем указан как день преступления. И это еще не все. Для более тщательного и объективного расследования и представления доказательств я был вынужден вместо следователя бегать и собирать данные, свидетельствующие о ложности сведений, сообщаемых моей бывшей женой. Между тем, следствие открыто демонстрировало нежелание установить истину. Что до пресловутого подгузника, то нашей дочери в мае 2017 года было уже 3 года, и она с годовалого возраста, как и другие дети, не носила подгузники, так как была приучена горшку. Более того, в период расследования в марте и мае 2021 года была проведена судебная биологическая экспертиза. Она установила, что на подгузнике, хранящемся более 4 лет, были найдены единичные сперматозоиды, не биологический материал, а именно сперматозоиды, которые по заключению другой экспертизы, ДНК-исследования, могут принадлежать мне или моему биологическому родственнику по моей мужской линии. Следствием игнорируются полностью представленные мной доказательства, как то обращение заявительницы только спустя 4 года из-за того, что девочка начала рисовать сомнительные рисунки. Наличие у меня алиби, что я в этот день находился далеко от города, на дне рождения отца, моей новой спутницы. Это подтверждают показания свидетелей. Там я пробыл 3 дня с 18 по 20 мая. Нахождение в день преступления одного из сыновей, который якобы был у меня, в школе на занятиях, и получение им оценок. Показания свидетеля с моей работы, которая сообщила, что бывшая жена предварительно выясняла даты моих выходных, чтобы исключить мое нахождение на работе. Между тем, у следствия не вызывает никаких сомнений сроки и цель хранения заявительницы подгузника. На стадии следствия я сообщал следователю, что в 2016 году мать потерпевшей обращалась с аналогичным заявлением по изнасилованию этой же дочери соседом по дому, где мы проживали на тот момент. На тот период времени при проведении проверки было установлено, что каких-либо противоправных преступных действий в отношении девочки не было совершено, а наличие у нее сомнительных симптомов было связано с повреждениями из-за падения с велосипеда. Тот сосед пояснил мне, что моя бывшая супруга, к слову сказать, она оказывает услуги риэлтора, требовала от него переоформить на нее квартиру, которую он получил от государства как сирота, на что получил отказ. Тогда по итогам проверки ей было отказано возбуждение уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Теперь, спустя несколько лет, после судебных тяжб между нами, моя бывшая жена вновь использует детей и правоохранительные органы в своих меркантильных целях и получение материальной выгоды. В процессе расследования я самостоятельно высказал желание о помещении меня в стационарное отделение психиатрической больницы для проведения психиатрической экспертизы. Исследование подтвердило отсутствие у меня склонности к педофилии. Я прошел и психофизиологическое исследование, которое также подтвердилось отсутствие каких-либо следовых данных об инкриминируемых мне действиях. После отказа следователя истребуя те или иные сведения, подтверждающие мою невиновность, я был вынужден самостоятельно собирать доказательства и доказывать свою невиновность. Хотя, хочу напомнить, презумпцию невиновности пока еще никто не отменял. Но в моем случае она, похоже, не действует. Поэтому я, нормальный и адекватный человек, вынужден доказывать, что я не педофил. На фоне переживаний по поводу происходящего у меня ухудшило здоровье. И с мая этого года я постоянно нахожусь в больнице на стационарном лечении. Сначала в неврологии, на нервной почве у меня стала отказывать нога, а затем в хирургии, где мне провели операцию на позвоночнике. Следствие идет уже больше года, на протяжении которого я неоднократно слышал от следователя словесные угрозы, что меня закроют и посадят на долгие годы. И хотя суд отказался заключать меня под стражу, так как доказательства против меня просто смехотворны, я пришел к выводу, что следственный орган нисколько не заинтересован в установлении истины по делу, а желает лишь поставить галочку в списке раскрытых преступлений. По моему мнению, уголовное дело в отношении меня фактически фабрикуется с целью моего незаконного осуждения, несмотря на наличие у меня алиби. Мои жалобы в прокуратуру по поводу явной ангажированности следствия также остались без внимания. В Саратовской области сплошь и рядом возбуждаются уголовные дела по такой категории, которые расследуются поверхностно. По ним не проводится ряд необходимых следственных действий и экспертиз или проводятся поверхностно, без надлежащей диагностики. Следствие не проверяет доводов обвиняемых, веря на слово заявителям, даже имеющим мотивы для оговора. Я обращаюсь к вам, Александр Иванович, с просьбой взять мое уголовное дело на особый контроль, оградить меня от произвола и безосновательных обвинений, провести тщательное, грамотное и объективное расследование, Продолжение следует. Продолжение следует...